Доброго всем дня! Сегодня у нас 4 февраля 2024 года. Харьков, я продолжаю свой видео-нюник. У нас такая погода сырая, плюсовая, лужи. Видно вам, какие лужища. И знаете, что я заметила? Хотела, пока не забыла об этом сказать. И сейчас, и вчера, и позавчера я заметила, сколько же мужчин на улицах Харькова абсолютно разного возраста. 20, 30, 40, 50 стало с колясками. Именно молодых отцов. Очень много. Мне кажется, не знаю, у нас всё-таки, наверное, рождаемость увеличивается. Не знаю, с чем это связано, но мне кажется, я раньше не замечала. По крайней мере, в 2022-м точно не было столько отцов. А сейчас видно, вот за период войны, несмотря ни на что, рождаются детки, рождаются новые харьковчане. Это, конечно же, огромный плюс, где рамас. Вот он. Идёт. Поэтому молодых отцов прибавилось. Напишите мне, пожалуйста, харьковчане, вы видите, или в других городах Украины, вы видите больше молодых отцов с колясками или нет? Ну и, соответственно, и матерей. Ну как-то я позавчера шла, такое солнышко было. Мне надо было по делу это, когда я снимала, что я прошла 10 километров. Так вот, я столько, ну не знаю. За один день я встретила, наверное, около 30 пап с колясками абсолютно разного возраста. Причём детки новорожденные, такие в колясочках, ещё в люльках. Так что, так, друзья, мы тоже с колясочкой поехали сзади меня. Так, друзья, не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Ну и пойдём посмотрим, кто же сегодня что кто-то вещи потерял. Кто же сегодня что интересного принёс. Так, мы пришли на барахолку. Конечно, началась мряка, и многие люди понакрывали свой товар, к сожалению. Ну не все, просто такой мелкий-мелкий дождик. Самоварчики есть интересные. Опять здесь лужа. Лужа, моря и океаны. Понятно, что мы обойдём. Просто тебе говорю о том, что приходится совершать обход. Горелочка. Нет, ты не прав. Я считала, что в такое время можно найти всё, что угодно. Это очень интересная вещь. Поэтому не согласна в корне. Ромас говорит, ой, такое время как раз безфантовое для барахолки. Я так и считаю. Никогда не знаешь, что, где найдёшь. Это всё поле чудес. Кстати, кто-то меня спрашивал за продукты на барахолке. Не знаю. Не знаю, что вам сказать. Но продуктов много. Ну, люди, конечно же, и продукты продают. Не только и одежду, и инструменты. Так, очень часто вы мне пишите, начинаете говорить, что почему это сейчас столько стало вещей. Нет, это не сейчас в связи с войной столько стало. И до войны этот рынок работал. Харьковская барахолка, она работала всегда. Она работала. Рынок был. Ну, он был в другом месте. Он был до революции. Он был после революции. Он был до войны. Он был в войну. Великой Отечественной Второй мировой. Он был после войны. Он просто был в разных... Секенд-хендом не торговали. Нет, секенд-хендом не торговали, но какими-то вещами... И в 90-е была бар... Нет, барахолка была у нас всегда. Всегда. Да, в Харькове была барахолка. Здравствуйте. У нас это не какое-то явление сейчас. Ну, естественно, сейчас появилось много новых людей, которые вынуждены здесь работать, потому что потеряли работу. Или переселенцы откуда-то. Ну, естественно, что появились новые люди, но это не значит, что-то такое вот интересное. Это пудра? Сейчас. Пудра. И игрушка. Игрушка тоже такая. Где-то там я потеряла романса, но ничего страшного. Здравствуйте. Не беда. Так вот. Многие, кстати, только раскладываются. Вот сейчас приходят. И игрушки продают, и сушки продают, и консервацию. Здравствуйте. Федор. Сколько драгоценностей. Броши, бусы, серьги, кольца, браслеты. Всё, что хочешь. Жемчуга. Рубины. Ладно, корунды. Броши, Чехия. Броши, СССР. Бойка собачка. Хорошего дня вам. Петухи какие огромные. Огромные петухи. Так. Ну, конечно, погода немного разогнала людей, но ничего страшного. Очень много посуды, всякие ступки с пестиками. Кстати, замечательное дело, у меня дома тоже имеется такая. Тазы медные, латунные. Смотрите, запчасти к самоварам. Кому надо? Храники к самоварам разные. Короны. Таблички. Завуч. Кабинет биологии. О, вот это здорово. Кладовая грязного белья. Надо сделать у себя на кладовке. Повесить и грязное бельё складывать. Кладовая грязного белья. Здорово. Кабинет биологии для сотрудников. Актовый зал. Бухгалтерия. Медпункт. Спортивный зал. Интересно. И чайничек ещё. Медный. Музыкальные инструменты. Что я в эту сторону никогда не ходила? Ленин без руки. Кто-то руку ему оторвал. Птички поют. Слышно птичек. Поют птички. Привет. Даня, здравствуй. Здравствуйте. Подковы. Денежное дерево. И книги, конечно же, книги. Целый контейнер книг. Кому надо, приходите. Тут детективы, научная литература, фантастика. Журналы, винтажные журналы. Кстати, часто бывает, ищут винтажные журналы. Ну, смотрите, 12 месяцев. 1990-й. Максим. Так что, приходите. Это 103-й контейнер. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. здесь лужа вот у нас какая тарелочка здравствуйте здравствуйте что-то меня сегодня игнорят я здороваюсь со всеми здоровы привет здравствуйте всем так твой танк понравился да слава богу я только рада вообще пусть пусть побольше людей приходит на барахолку дай бог не знаю боятся некоторые ну да так это кузнецов сколько такая хорошая так рога о блюдо с пионерами знаю я такое блюдо сейчас вам покажу агитка советская что самое интересное что это наше будянское родное блюдо клеймо 30-х годов конец двадцатых начало 30 наш родной будянский фаянс очень мне жаль очень больно и вообще так как все произошло как этот завод кто не в курсе его ликвидировали в 2021 году просто решили от него избавиться будды кто не знает маленький экскурс до революции это принадлежало кузнецову одно из предприятий кузнецова производили очень хорошие фаянсовые вещи некоторые даже уникальные но все так все так грустно вообще закончилась так здесь конечно столько всего интересно можете прийти здесь очень хороший продавец очень доброжелательный всегда с хорошим настроением и у него очень много интересных таких достойных вещей и фарфор фаянс иконы серебро монеты столовая серебро украшения в общем здесь наверное я вам могу делать обзор очень долго смотрите какая фигурка это китай старый ну как старый винтажный скажем так городница старая вон девочка с платочком девочка с флажком к сожалению без флажка ой какой ребенок 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 мне нравится ребенок но ребенок тоже к сожалению бит смотрите какая милота кто не знает советский фарфор это моя любовь советский царский до войны я коллекционировала эти вещи девочка с курочками онегин и татьяна грачонок девочка с мячиком конькобежка горький клон здесь набор пепельниц он тачку везет и набор пепельниц обычно иван царевич и лягушка плясунья там хорек голубь тигр олимпийский мишка эта девочка немецкая красноармеец он из пластика но старый винтажный старый пластик смотрите какой красавчик так там еще майская ночь певица девочка с барановками когда хочешь когда видишь барановку и говоришь девочка девочка с баранками простите как эта девочка дуле овоща ничко якут ленин маленький там еще девочка с флажком лыжи ник многое счастливого детства полонного завода мальчик на лошадке много несколько вариантов полонная мама с книгой и с девочкой гадание на ромашки иконки иконы кстати здесь есть хорошие я думаю еще некоторые не представлены на всеобщее обозрение по запросу можно их будет лицезреть гагарин что-то у меня слишком приблизилась простите два это такое а я увидела даже и без головы у балерины нет руки у парня нет головы руки в общем здесь кстати вон еще малахитовая шкатулка вот без головы голова отдельно можно брать под реставрацию то есть люди берут начинающие реставраторы специально заведомо ищут фигуры на барахолке которые имеют повреждения у которых отсутствуют детали ну как они присутствуют но они отбиты и можно брать и учиться так реставрировать у нас есть 300 авторы даже самоучки я сама наблюдала которые покупали еще десять лет назад битые фигурки реставрировали путем собственных проб и ошибок и вы знаете сейчас они уже очень хорошо реставрируют так вот диву даешься когда показывают свои работы хорошо у них получилось так я увидела какую-то красивую вазу что на ней изображено не совсем не видно ну ладно когда здесь будет посвободнее может быть сниму еще обзорчик хорошего дня приходите обязательно спасибо друзья всем хорошего дня хорошего настроения мирного неба крепкого здоровья и помните самое главное что все войны заканчиваются миром